День. Я хочу начать с такого вопроса. Давайте мы представим себе схему испытаний, связанную с бросанием монетки. Так сказать, мы бросаем монетку... Меня хорошо слышно на задних рядах или не очень хорошо? Не очень хорошо, надо громче. Хорошо. Мы бросаем монетку, бросаем монетку N раз. Монетку N раз. Монетка падает либо орлом, либо решеткой. Это все знают. Давайте сразу спросим себя, сколько всего возможных исходов у такой серии испытаний? Два в степени N. Правильно. И все такие исходы задаются двоичными словами. Длины N. Значит, мы запишем так. Так, равно W1 и так далее WN. Где каждый символ принимает значение либо 0, либо 1. Теперь давайте спросим себя... Давайте вот начнем с рассмотрения честной монетки. Это не имеет... Так сказать, мы потом обратимся к монетке нечестной. Но сейчас начнем с честной. В случае честной монетки, каждому из этих исходов приписывается вероятность 2 в степени минус N. Вероятность каждого исхода равна 2 в степени минус N. В степени минус N. Теперь давайте зададим такой вопрос. Вот будем считать, что N достаточно велико. Скажем, мы там играем 100 раз в орлянку или еще больше. Тогда у типичного исхода сколько будет нулей и сколько будет единиц? Примерно поровну. Примерно поровну. Конечно, примерно поровну монетка. Честно, примерно поровну будет нулей и единиц. А давайте зададимся вопросом, как в точности, какой точный смысл придать этому высказыванию? Или лучше сказать, что вот это значит? Как точно сформулировать это высказывание? Что это значит? Что нулей и единиц, скорее всего, примерно поровну. Для увеличения количества повторений, вероятность единиц... Вероятность чего? А что значит вероятность того, что их поровну? Что это значит? Вероятность того, что монетка честная. Нет, нет, мы предполагаем. Так сказать, вероятность того, что монетка честная, это совсем другой вопрос. Мы предполагаем, что монетка честная. А что значит, как вы сказали, вероятность того, что... Вот были произнесены слова. Вероятность того, что поровну. Вероятность того, что поровну. А что это значит? Как этому высказыванию придать точный смысл? что простите не ну конечно разумеется конечно да это вы очень правильно говорите что сложная структура как раз собственно об этом и лекция об этой структуре но вот тем не менее мы хорошо понимаете там если оказалось что выпали одни нули например то мы усомнимся в честности монетки так что так сказать вот сейчас про сложную структуру про сложную структуру мы как раз будем говорить сегодня и даже подробно но давайте начнем сперва с простого вот как точно как это интуитивное утверждение сформулировать точно сформулировать строго что значит что вот нулей единиц примерно поровну что простите нет извините действительно слышно здесь не очень хорошо повторить пожалуйста но это же не так давайте представим себе что их то что н чётно скажем 100 вероятность того что нулей единиц поровну 2 в степени минус n точно так же как и вероятность того что выпали одни нули это неверно да среди все вот давайте вот это проговорим да 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 среди всех что да вот это правильно количество слов действительно это несложно выяснить утверждение такое действительно что количество слов количество слов количество слов количество слов там скажем с к нулями и n минус к единицами единицами сколько таких слов кстати сказать что что c из n пока это определение а сколько это простите n минус к факториал да и действительно несложно проверить что эта величина достигает максимума при к равном n пополам максимально при к равном n пополам это совершенно бесспорно а а при к равном n пополам кстати сказать а какова примерно эта вероятность вот c из n по n пополам это примерно сколько c из n по n пополам поделить на 1 9 на 2 в степне n ну вот вероятность вероятны мы теперь рассматриваем вероятность не какого-то отдельного исхода а вероятность вероятность события так ведь мы рассматриваем множество вероятность приписывается некоторому не только отдельному слову но и множеству слов В данном случае мы рассматриваем вот такое множество, там можно сказать WKN, это множество слов, содержащих K нулей. И в нашем случае вероятность, приписываемая этому событию, это просто-напросто число этих самых слов делить на 2 в степени n. Ну а если бы мы рассматривали там какую-то более сложную схему, то это была бы сумма вероятностей всех таких слов по всем словам. По всем словам множества. Так вот давайте спросим себя, вот я написал количество, количество слов и поделил на вероятность каждого слова, то есть написал вероятность этого самого события. Вот сколько это примерно, вот сколько это? Ну если n равно там тысяче или миллиону, если n равно миллиону, то сколько это, ну примерно? Сколько? Нет, совсем даже не единица, потому что, потому что единица это общая сумма, не правда ли? Сумма C из n по K по всем K поделить на 2 в степени n. Вот это единица. При всевозможных K. И совсем не нужно думать, что вот одно вот это K съест, так сказать, всю вероятность. Это совсем не так. Ясно, что это меньше единицы. И также я... Что, что? Нет, нет, и даже не одна вторая. Это не... Это не... Константа. Эта величина убывает с ростом n. Эта величина с ростом n убывает. Это не константа. Это не константа. Эта величина убывает с ростом n. А, может, я не расслышал, извините, пожалуйста. Корень из... А, pn. Я не расслышал главное слово. Нас сейчас даже не будем углубляться в вычисление точной константы, но это действительно 1 делить на корень из n. 1 делить на корень из n. А почему? Да, действительно, это несложно вывести из формулы Стирлинга. Давайте я это оставлю как маленькое упражнение. Значит, упражнение, что-то формулы Стирлинга вы можете... Сейчас, вы знаете, так сказать, есть масса анекдотов, в которых там старушка говорит, внучке, посмотри в гугле. И, значит, вот я могу сказать, посмотрите в гугле. Значит, формула Стирлинга, выражение для факториала, найти несложно в интернете. И, соответственно, с его помощью это тоже несложно проверить. Проверьте с помощью формулы Стирлинга. Я не буду это доказательство рассказывать. Во-первых, потому что его легче провести, чем самому, чем понять с рассказа на доске. А во-вторых, потому что нас интересует сегодня другое. Но вот это как некоторую преамбула, я хочу сказать. Вероятность того, что единиц и нулей поровну, это примерно 1 делить на корень из n. Обратите внимание, если играть в орлянку миллион раз, то выигрыш выигравшего игрока будет в несколько тысяч рублей. Он будет расти пропорционально корню из числа игр. Вероятность того, что выигрыш будет больше, чем этот самый корень, ничтожно мала, она очень быстро убывает. И вот это как раз, вот про это я как раз и хочу немножко поговорить. Для этого нам не понадобится формула Стирлинга. Это вычисление можно провести совершенно элементарно, пользуясь совершенно элементарными оценками на факториал. Я хочу обсудить такой вопрос. А какова вероятность, вот обратите внимание, как устроена эта вероятность? Вероятность того, что нулей и единиц ровно поровну, все-таки мала. Вот если опять-таки идет речь о миллионе игр, то вероятность там одна тысячная, несколько тысячных. И соответственно, если нарисовать график вероятности, нарисовать график вероятности, так сказать, здесь вероятность Pk, а здесь k, здесь k, то вот при k равном n пополам, давайте может быть k делить на n отмечать по этой оси, значит, при k делить на n равно на вторая, получается максимальное значение, 1 делить на корень из n, и которое довольно медленно убывает по мере того, как k удаляется от одной второй. И на самом деле, вот уже полосочка, так сказать, k плюс некоторая константа корней из n, и k, соответственно, минус некоторая константа корней из n, вот такая полосочка уже съедает всю вероятность. Если эту константу выбрать даже не очень большой, то это будет там 90% вероятности, или 99% вероятности. Но я сейчас хочу поговорить не об этом. Я хочу поговорить совершенно о другом. я хочу поговорить вот о чем, о том, как убывает вероятность того, что все-таки нулей гораздо больше. Все-таки нулей гораздо больше. Вот, например, я пришел и говорю, вот мы вчера с приятелем играли в орлянку, сыграли там 100 раз, и я выиграл 70 раз. Насколько это событие маловероятно? Какова вот вероятность этого события? Вот этот вопрос я хочу, хотел бы сейчас обсудить. Давайте, значит, обсудим такой вопрос. Какова вероятность события? Вероятность события? Вероятность события? Что k того события, что того события, что k больше, чем 1 вторая плюс эпсален. Какова вероятность того события, что k больше, чем 1 вторая плюс эпсален. То есть нам с вами нужно оценить, оценить вот эту самую величину c из n по k. Ну да, исходя из того, что k это pn. Давайте я так напишу, k это pn. Ну а дальше будем смотреть. А дальше будем смотреть. Давайте попробуем эту величину оценить. Тут опять можно было бы воспользоваться формулой Стирлинга, но давайте не будем. Давайте оставаться в рамках элементарных рассмотрений. Давайте попробуем вот все-таки спросить себя так. Вот по порядку величины, насколько велик n фэкториал? n фэкториал это вообще сколько? n фэкториал это примерно сколько? Как быстро растет n фэкториал? Не больше, чем n в степени n, это точно, потому что мы перемножаем числа от 1 до n, а все-таки не n, не n, n раз. Меньше, чем n в степени n, это факт. Больше, чем что угодно. Там 5 в степени n, безусловно, да, потому что те, там 1, 2, 3, 4, они очень быстро умрут. Их очень быстро победят больше числа. Безусловно, больше, чем там 2 в степени n, или 5 в степени n, или что-то еще. Это безусловно. Больше, чем n в степени n пополам. Это верно. Больше, чем корень из n в степени n. Это безусловно верно, да. Верно. Но эти все оценки, которые высказаны, они, как бы сказать, они попадают мимо цели. Либо слишком много, либо слишком мало. Они не дают точной, точной оценки. Что-то, простите? Что они с экспонентами. Ну, с экспонентами у нас все с экспонентами. Нет, ну, в частности, она совсем с ней. Ну, у нас все, вся наша жизнь, она совсем с ней. Так что тут нет, нету, так сказать, нету. Да, вот это гораздо лучше. n пополам в степени n. Это очень хорошо и уже очень близко к правде. Это и вы, конечно, были правы, потому что без экспонента никуда. Так, кстати, это n в степени n. n в степени n слишком много. Это мы промахнулись, так сказать, перелет. Но мы перелетели на что? Так сказать, на экспоненту. На экспоненту. То есть не n в степени n, а надо возводить какое-то кратное n в степени n. Типа n пополам. n пополам слишком много. Несложно доказать, что n пополам слишком много. А сложнее немножко доказать, что n на 3 слишком мало. На самом деле, правильный ответ, что это n поделить на e в степени n. Я это напишу, я это напишу, как такое предложение. И вот это предложение, в отличие от формулы стирлинга, доказать совсем уже легко. Это, так сказать, это почти вся формула стирлинга. Тут не хватает небольшого члена. Замечу, что этой формулы недостаточно для вот этого неравенства. Вот это неравенство более тонкое. Это неравенство более тонкое. Но зато это неравенство достаточно для наших сегодняшних целей. И оно доказывается совсем элементарно. Доказывается по индукции. Нужно только вспомнить, что e это предел 1 плюс 1 на n в степени n. Предел, причем этот предел возрастающий. Вот так вот. Вот так давайте напишем, что это, эти, эта последовательность стремится к e. А напротив того, если взять ее же, но еще раз умножить на 1 на n, то будет, естественно, тоже стремиться к e, но уже наоборот сверху. Значит, это последовательность стремится к e снизу, а это последовательность стремится к e сверху. И отправляясь от вот этих неравенств, уже очень легко доказать неравенство это. Так, ну давайте теперь вооруженное знанием про факториал. Значит, еще раз скажу. Получается, что факториал, так сказать, это почти что n в степени n. Это, так сказать, ну n в степени n много, но вот n пополам, это уже почти правильно. Так сказать, чуть-чуть, чуть-чуть меньше, так сказать, подправлять надо на экспоненту. А совсем точно действительно нужно писать n факториал, это нужно еще написать корень из n. Вот еще написать корень из n. Еще один корень из n. И это уже почти формула стирвенна. Там еще два пина надо написать, уже будет все правильно. И вот это выражение, вот этот корень доказать, так сказать, это выражение, эта асимптотика уже точная. В каком смысле точная? В том смысле, что отношение этих двух величин стремится к константе. Заметьте, что здесь эта асимптотика не точная, так сказать, отношение этих величин не стремится к константе, потому что, обратите внимание, что если это поделить на это, то получится n. Правильно? Тут не равенство, но остается зазор, зазор в n. Это величина больше, чем эта величина в n раз. Так вот, n факториал расположен ровно посередине. Он от этого n, который разделяет эти два выражения, берет себе половину, так сказать, корень из n. Корень из n он себе берет, так сказать, можно сказать, что от этого этот делит на корень из n, этот умножает на корень из n. Он берет себе половину. И в этом состоит форма стирвенна. Но доказать этот корень из n уже сложнее. вы можете этот вопрос плодотворно обсудить с руководителем практических занятий по математическому анализу. Значит, он вам все расскажет. Да, хорошо. Да, и так прошу прощения, и вот этот корень, этот корень, это и есть вот этот корень. Этот корень получается из этого корня. А нам для нашего вычисления это все не нужно. Нам достаточно вот такого простого, простой оценочки. Так, ну давайте напишем, что же получается, исходя из наших оценок. Значит, если я теперь напишу логарифм, давайте писать, неудобно писать произведение, удобнее писать сумму, логарифм c из n по k. В предположении, что k это pn. k это pn. Что получается? Сколько получается? А не видно, да? То есть надо, надо что? Надо, надо что делать? Надо не... Действительно, да, колонна здесь хорошо стоит. Надо... Что ж такое? И дверь даже не закрывается. Так, нет, все, я сдаюсь. Да, подождите секундочку. В концертном зале такие места идут за полцены. Да. Значит, хорошо. Аж как же мне быть? Значит, где мне не писать? Вот на этой доске не писать, да? Или... Здесь видно. Вот на этой доске не писать. Вот на этой не писать. Она как раз лучше всех пишет. Но, понятно, я не буду. Хорошо. Значит, то есть вот здесь вот не писать. Вообще, и здесь тоже, да? Здесь тоже нельзя? Нам здесь видно. Другим, наверное, не видно, да. Понятно, да. Ладно, не будем лучше. Хорошо. Так вот, давайте напишем... Давайте писать здесь, да. Так. Итак, нас интересует логарифм С из Н по К в предположении, что К это ПН. Вы мне ответ говорите. Это значит... Это правильный вопрос. Это значит вот, что нас интересует поведение этой величины при больших Н и больших К в предположении, что их отношения есть некоторая константа П, которая как раз при росте Н не меняется. То есть, например, там из 100 по 30, из 1000 по 300, и так далее. Да, слушаю вас. Я ничего не понял. Это прекрасно. Так, что? По какому основанию логарифм? Логарифм бывает только по одному основанию. В смысле, имеется в другое. Логарифм бывает как-то естественный и противоестественный, да. Понятно. Но есть, действительно, это правда, что есть разные способы записи, да. Еще есть какие-то непонимания связанные с обозначениями или с чем-то еще? Нет, теперь понятно, да? Очень хорошо, да. Ну, а если понятно, то скажите ответ как-то. Что получается? Что, простите? Я прям вот все перед вами. Все перед вами. Все перед вами. Все перед вами. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Сейчас еще расскажите, пожалуйста. Да. О, золотые ваши слова. Напишите, и выходить, выходить, напишите. Напишите, да. Золотые ваши слова. Ну, где вам больше нравится. Да. 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 Да, вот это вот прекрасно и правильно. Я этот минус напишу здесь, потому что, чтобы было ясно, что, так сказать, это выражение минус P логарифм P минус 1P логарифм 1 минус P, что это выражение положительно. И вот это выражение, вот это выражение, оно и называется энтропия. 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 Вот тут я и вывожу на сцену главного героя нашей лекции. И как Пушкин, поместивший вступление к Евгению Онегину в восьмую главу, и я теперь могу сказать, что вот наша лекция называется энтропия. И вот как раз об энтропии мы сегодня и будем говорить. Энтропия. Значит, тут уже видно, виден, так сказать, сразу комбинаторный вот это выражение, которое вы, может быть, уже и уже видели, а если не видели, то еще не раз увидите. Выражение, которое приписывается даже более общо распределению вероятности. Вот если есть какое-то распределение вероятностей, давайте конечное пока что, значит, П1 ПК распределение вероятностей, П1 плюс ПК равно единице, то пишут, что энтропия этого распределения это минус сумма, да, не отрицательная, конечно, да, минус сумма ПИТ логарифмов ПИТ. Логарифм нуля не определен, но функция x логарифм x определена в нуле и равна нулю. Поэтому никаких вопросов не возникает. Вот это называется энтропия. И уже вы видите, уже вы видите, в чем смысл, в чем смысл энтропии. Смысл вот в чем, в том, что если у вас имеется n шариков, n шариков, которые вы хотите расположить по k коробочкам, по k коробочкам, при том, чтобы в одну коробочку попало P1, n, в другую P2, n, в третью P3, n и так далее, в k, p, k, n, то число способов, это и будет мультинамиальный коэффициент, число способов, логарифм от числа способов, способов поделить на n, это и есть энтропия. Это вы легко можете проверить, это доказать. Энтропия. И Вот это, так сказать, один из вообще главных, можно сказать, главных объектов теории вероятности, математической физики и, так сказать, математики вообще. А почему мы сейчас и поговорим... Катя, вопрос какой-то? Мы сейчас и поговорим. Да, хорошо. Давайте закончим теперь, после того, как уже все написано, нам осталось совсем немного, закончим все-таки с нашим вопросом. К. Давайте вот что, давайте нарисуем график, закончим нашим вопросом, с которым мы начали, но который нужен был мне для введения. Давайте нарисуем график энтропии, вот как функции от P. Вот как выглядит вот эта функция, если здесь P, а здесь минус P, логарифм P, минус 1 минус P, логарифм 1 минус P. Как выглядит график этой функции? Кто может нарисовать? Что-что? Нет, давайте это как-то ответственно, ответственно подходить к нашим заявлениям. Кто, кто, кто возьмется нарисовать график? Как будет выглядеть график? Ну, выходите, выходите, нарисуйте. Выходите, выходите. Вы знаете, как нарисовать? Можно нарисовать? Или кто-то еще, может быть, может? Как выглядит? Вот там веселый смех, я слышу. Вы можете нарисовать график? Что-что? Так-так. Спасибо. Спасибо. Ну, так как насчет графика, коллеги. Без графика никуда дальше двигаться невозможно. Такой же график, вот это вот тоже уже было сказано, это не совсем точно. Я должен сказать, что он не совсем такой же. Ну, вы можете нарисовать? Нарисуйте. Спасибо. Нет, вот тот-то как раз не выпуклый, ни капля. Он никуда не выпуклый, тот. Тот график никуда не выпуклый. Тот график похож на график функции, кстати, сказать, раз зашла речь, тот график похож на график функции е в степь минус x квадрат. Обычно пишут пополам по соображениям традиции. Ну, так что? Как выглядит график? Вот, нарисуйте, нарисуйте его, нарисуйте нам. Нарисуйте нам мастик. Идите сюда. Нарисуйте нам просто мостик. Да, очень хорошо, да. Да, это абсолютно правильно. Заметьте, спасибо большое. Да, я нарисую его немножко больше, но это абсолютно правильно. Это правильно. Это абсолютно правильно. Да, этот график выпуклый. Это выпуклая функция. Вогнутая, правильно будет говорить, да? Это функция вогнутая, в отличие, между прочим, от того. Это функция вогнутая, да? Максимум она достигает в одной второй. Это вы докажете сами как-нибудь. Но она, это из вогнутости, несложно следует. Это вогнутая функция. Таким образом, так как эта функция вогнутая, к чему я это все ввел? Максимум она достигает в одной второй. И чему равен этот максимум? Минус логарифм одной второй, или что тоже логарифм двух? Да. Тем самым, тем самым, к чему, к чему это все нас ввело? Давайте вернемся к задаче, с которой мы начали. Мы начали. Какова вероятность того события, что k больше, чем одна вторая плюс эпсилен n? Мы написали, что это самое c из n по k на 2 в степени минус n, а k это pn. Взяли логарифм, но это наше право. Получилось минус n логарифм двух плюс n, давайте на n я сразу поделю. Взяли логарифм и поделили на n. Логарифм c из n по k на 2 в степени минус n. Взяли логарифм, поделили на n, я даже напишу минус 1 делить на n. Вот так вот напишу. Минус 1 делить на n. Значит, соответственно, получается логарифм двух, логарифм двух из-за вот этой самой двойки минус энтропия h от p. Но h от p, коль скоро p больше или меньше, это не важно, 1 и 2, функция h от p симметрична, разумеется, по самому своему определению, она симметрична. Относительно замены переменной, p переходит в 1 минус p. Так вот, это значение строго меньше, чем логарифм двух. Таким образом, это выражение строго больше нуля. И к чему мы пришли? К тому, что вероятность, вероятность, вероятность того, что нулей больше, чем там, некоторая пропорция, как сказать, что нулей некоторая пропорция строго больше, чем 1 вторая, вероятность того, что нулей слишком много, так сказать, больший процент, чем должно быть, вероятность такая убывает экспоненциально. Такая вероятность экспоненциально мала. Кстати сказать, достаточно ясно, что она как минимум экспоненциально мала. Она не может быть еще меньше, чем экспоненциально малой. Потому что вероятность того, что все нули 1 на 2 степени n, уже она экспоненциально мала. Уже есть экспоненциально малая вероятность того, что просто вообще все нули, и ни одна единица ни разу не выпала. Так вот, и вероятность того, что нулей больше, чем 1 на 2 плюс y на n, Ответ очень простой. E в степени, что минус вот этот самый дефект, логарифм 2, минус энтропия P, N. Ответ. Тут, видите, формула стиринга вам совершенно не понадобилась. И вот тут возникает энтропия при описании феномена больших уклонений. Ответ вот такой. Ответ. Заметьте, между прочим, что заодно мы доказали то, что называется закон больших чисел Бернулли. Закон больших чисел Бернулли. Как известно, когда сто лет назад отмечалось трехсотлетие императорского дома, царствующего дома, то, конечно, и императорская академия наук должна была принять участие в этих торжествах. Так вот, академик Марков высказался, что вот императорская академия наук было бы более уместно праздновать двухсотлетие закону больших чисел Бернулли. Такое празднование было организовано. И более того, сравнительно недавно прошло празднование трехсотлетие закон больших чисел Бернулли. А видите, четырехсотлетие царствующего дома уже не произошло. Закон больших чисел Бернулли, который, видите, на сто лет моложе дома Романовых. Говорит вот что, что для любого эпсалона больше нуля. Вероятность того, вероятность множества таких слов, что число нулей в слове w поделенное на n минус 1 вторая больше, чем эпсалон, эта вероятность, говорит Бернулли, стремится к нулю при n стремящейся к бесконечности. И мы это с вами доказали. Мы это с вами доказали. Вероятность того, вероятность, да? Вероятность того, почему, как мы это доказали? Потому что мы сказали, что вероятность того, что единиц больше, чем, простите, нулей, больше, чем 1 вторая плюс эпсалон, вот она, xn, экспенсально маленькая. Мы написали для нее явную формулу. Я жду вопроса, который меня почему-то не задают. Мы вычислили, мы вычислили только вероятность того, что число единиц и число нулей в точности 1 вторая плюс эпсалон, А невероятность того, что она больше, чем 1 вторая плюс epsilon n. Но несложно сообразить, что вероятность того, что число нулей больше, чем 1 вторая плюс epsilon n. Меньше равна, чем n умножить на вероятность того, что число нулей ровно на вторая плюс epsilon n. Почему? Потому что, как мы с вами помним, если нулей становится все еще больше, то вероятность становится еще меньше. Не правда ли? Вероятность достигает максимума, когда нулей ровно половина. И становится все меньше и меньше и меньше и меньше по мере того, как нулей становится все больше. И, соответственно, коль скоро эта вероятность экспоненциально мала, то это и подавно тоже экспоненциально мала. Так что закон больших чисел Бернули мы с вами доказали. Более того, точно так же, это давайте я оставлю в качестве упражнения, точно так же можно доказать закон больших чисел Бернули для нечестной монетки. Для нечестной монетки или для общей схемы испытания Бернули. Для общей схемы испытания Бернули, когда вероятность нуля... Схема испытания Бернули в общем случае... Схема испытания Бернули в общем случае... В этом случае просто вероятность нуля полагается некоторому числу, которое тоже обозначается символом P. Некоторому P. А вероятность единицы полагается 1 минус P. А вероятность слова полагается... P в степени число нулей в W на 1 минус P в степени число единиц. Единиц в W. Несложно сообразить, что вероятность... Что суммарная вероятность все равно равна единице. Для этого достаточно записать бином Ньютона. Тут как раз и получится сумма по всем W, P от W. Бином Ньютона... Что такое бином Ньютона? Бином Ньютона это и есть на самом деле утверждение о том, что схема Бернули задает распределение вероятности. Хорошо. Так вот, в этом случае, как вы думаете, как формулируется закон больших чисел Бернули в этой ситуации в случае нечестной монетки... Да, там совершенно верно. Там вместо 1-2 будет P. Совершенно правильно, да. Вероятность множества всех слов, в которых число нулей в W поделить на N минус P больше, чем епсилен. Стремиться к нулю. Так, начинают звонить мобильные телефоны, пора делать перерыв. Стремиться к нулю. Доказательство абсолютно точно то же самое. Единственное, тут будет немножко... Чуть-чуть будет вычисление. Самую малость более... Самую малость на одну строчку длиннее. Но все абсолютно то же самое. И точно так же она стремится к нулю экспенсально быстро. Точно так же она стремится к нулю экспенсально быстро. После перерыва мы сейчас делаем перерыв, буквально, пожалуйста, 3 минуты и без последующего 10-минутного рассаживания. Сделаем короткий перерыв. А после перерыва я хочу обсудить такой вопрос. Вот мы обратимся к нечестной монетке. К нечестной монетке. Вот заметьте, что такое честная монетка? Честная монетка. Все равномерно распределено. Все равномерно распределено. Что такое нечестная монетка? Нечестная монетка, соответственно, нули вероятнее, чем единицы. Мы зададим с таким вопросом. А как устроено это распределение вероятностей? Что значит, как устроено? Ну вот так устроено, да, вот написано. Объясню свою мысль. На каком множестве сосредоточено это распределение вероятностей? Ну, ясно на каком. На таком множестве, что нули единиц примерно поровну. А теперь спрашивается, а как, а как, вот смотрите, вот есть, смотрите, как, есть множество всех двоичных слов, двоичных слов 2 в степени n. Есть вот это множество, множество слов, в которых нулей и единиц, нулей примерно столько, сколько должно быть, и единиц примерно столько, сколько должно быть. Нулей примерно, п единиц примерно, 1 минус п. Вся вероятность сидит на этом множестве. А спрашивай, например, сколько в этом множестве элементов? И как эта вероятность распределена внутри этого множества? Удивительный факт, который мы обсудим на втором часу, так называемая теорема Шеннона, и дает ответ на этот вопрос. Как? То есть, вот смотрите, все множество различных слов, оно разделяется на два подмножества. Одно толстое, а другое, так сказать, тоще. Как в России есть богатые и бедные. Так вот, как, но в отличие от России, тут ситуация будет другой, как, собственно, вот это богатство распределено между богатыми? Как, на самом деле, между богатыми? Ответ на этот вопрос мы дадим на втором часу. Перерыв три минуты, пожалуйста, еще раз говорю, строго, так сказать, если с быстрым рассаживанием, да. Трех минутный перерыв. Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, как же устроена вот эта вероятность? Как же устроена вот эта вероятность? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Просто выпишем, опять-таки, мы отправляемся все время от одного и того же. Выпишем. Удивительно, что вычисление, которое я сейчас проведу, чрезвычайно просто. Его вполне мог бы провести и сам Бернулли. Но замечательно, что он не задал себе такого вопроса. И прошло очень много времени, прежде чем это не сделал замечательный американский математик Шеннон. Клод Шеннон. Клод Шеннон. И теорема называется его именем. Клод Шеннон. Шеннон, конечно, встречался с Калмогоровым и высказал... А Калмогоров не говорил по-английски. И Шеннон высказал через переводчика сожаление, что они вынуждены общаться через переводчика. На что Калмогоров ответил, что из пяти мировых языков он знает три. Если бы его собеседник тоже знал, то проблем бы не было. Так что Шеннон проводит такое вычисление. Он берет двоичное слово, записывает его вероятность. Число нулей в W умножить на 1 минус P число единицы в W. Берет логарифм, получается число нулей в W умножить на логарифм P, плюс число единиц в W умножить на логарифм 1 минус P. И дальше, а теперь уже все, теперь уже все сказано. Спрашивается, число нулей в W, сколько нулей в слое W? В типичном случае. Сколько же нулей? Слово длины N, сколько в нем? Ну не пополам только. А монетка, может, ничем? NP. Говорит, давайте заменим NP. Ну тут, если аккуратно написать, больше равно N минус Epsilon P, меньше равно N минус Epsilon P, но я не буду. Это вы сами напишите там. Число единиц. N на 1 минус P. Что получается? Логарифм от P W, что получается? N умножить на энтропию. Минус N умножить на энтропию. И получается такая поразительная теорема. Совершенно замечательная теорема. Теорема Шеннона. Теорема Шеннона. Так, на этой доске видно или уже не очень? На этой нормально, да? Можно? Можно? Теорема Шеннона. Или лучше все-таки на другой? Как там в задних рядах? На другой, но здесь камера загоражена. А здесь еще камера загоражена. Так, тогда давайте на другой. Теорема Шеннона. Тем более, это главное, ключевое утверждение. Это ключевое утверждение. Так. Теорема Шеннона. Что для любого и все больше нуля. Вероятность того. Множество двоичных слов. Таких, что логарифм их вероятности поделить на n. Минус энтропия. Минус энтропия. Больше чем ε. 30 к нулю. 30 к нулю. Как видите, мы доказали эту теорему в одну строчку. Из закона больших чисел вернули. Тем не менее, это 1713 год. А это примерно 1940. Иногда на то, чтобы написать одну строчку, уходит 200 лет. Но, что же тут замечательно, разумеется, не это детское вычисление, а идея Шеннона. Здравствуй, Женя. Идея Шеннона. Идея Шеннона. В чем состоит идея Шеннона? Что последовательность, обратите внимание, вероятность слова, вероятность слова на экспоненциальной шкале, на экспоненциальной шкале, она не зависит, собственно, от слова. Не зависит, собственно, от слова. Дима, нельзя вот эту дверь как-то закрыть, а то мы, может быть, мешаем занятиям другим. Как-то она вот не хочет... А, можно, да? Надо было просто нажать. Спасибо большое, Дима. Извините, что-то у меня не получалось. Да, значит, так вот, что такое, что такое, что такое эта энтропия? Вероятность отдельного слова в толстом множестве, в толстом множестве. Есть тощее множество, где нуля единиц не столько, сколько должно быть, это тощее множество отбрасывается, не рассматривается. Оно, к тому же, экспоненциальная его вероятность экспоненциально мала. Посмотрите, как устроено множество... Давайте здесь нарисуем. Как устроено множество двоичных последовательностей по отношению к Бернулиевской мере. Вот есть... Это множество двоичных последовательностей. Есть, так сказать, исключительное множество, тощее множество, исключительное множество, исключительное множество. Разумеется, тут надо хорошо понимать, что исключительное, оно исключительное по отношению к данному распределению вероятностей Естественно, да, потому что само двоичное слово помнит по отношению к какой бернулиевской мере оно, слово, не исключительное Оно является типичным Вот надо взять слово, посчитать у него пропорцию нулей, получится некоторое p Вот по отношению к этому p, оно является типичным А по отношению к другим p, оно является исключительным Есть вот это исключительное множество, вероятность его экспоненциально мала. Экспоненциально маленькая вероятность, вероятность экспоненциально мала. И есть вот это толстое массивное множество, множество, которое съедает почти всю вероятность, множество типичных слов. Давайте так напишем, типичные слова, типичные слова. В данном случае речь идет о типичных словах только с точки зрения частот. Типичные слова в том смысле, что нуля и единиц – частота. Такая, какая должна быть. Частота нуля и такая, какая должна быть. Так вот теперь спрашивается, как же вероятность распределена между этими типичными словами? Распределена между этими типичными словами. Ответ, который дает Шеннон, она между этими типичными словами распределена равномерно. Обратите внимание, что могло быть совсем все иначе. Могло быть устроено так, что, я не знаю, 60% распределено на одних словах, 40% на других словах. Причем из этих слов то густо, то пусто, знаете, какие-то более вероятные, какие-то менее вероятные, ничего подобного. Разумеется, какие-то слов более вероятные, какие-то менее вероятные. Но с экспоненциальной точки зрения все слова равновероятны. И вероятность индивидуального слова и есть Е в степени минус HPN, энтропия. Давайте перепишем, просто напишем формулировку теоремы Шеннона в этих терминах. Кстати сказать, спросим, я себя так спрошу, такой вопрос в зал, совсем элементарный. А сколько вот этих толстых слов, типичных слов? Типичные слова, вероятность их множества примерно равна единице. А сколько их? Порядка что? Не слышу. Ну как же корни из n? Как же у них, если всего, если был бы по их порядку корень из n, вероятность кажется, что их специально мала. Как бы они эту единицу набрали? Нет, конечно. Нет, конечно. Два степени минус корня из n, а те, у которых поровну нулей единиц. А мы-то рассматриваем вообще нечестную монетку. Все неправильно. Монетка нечестная. Давайте вот вдумаемся еще раз в то, что нам говорит теория Мошенна. Теория Мошенна говорит, что вероятность каждого из этих слов примерно вот такая. Так сколько же их, этих слов? Нет, только не антиликнетропия. Но, но, кстати, вы правильно, почти правильно, так сказать, как-то 8 из 10. Почти правильно. Только не n. Ну вот в этом вопрос, так сказать. Ну сколько же, сколько же этих слов? Ну как, если суммарная вероятность единиц, а вероятность каждого вот написана, то сколько же слов? Е в степени что? Ну конечно, е в степени антропии n. Всего, правильно же, да? Они должны, каждый, они примерно равновероятны и в сумме должны набрать единицу. Значит, сколько их? Один делить на вероятность. Правильно же? Так и есть. Так, так это и есть. Вот мы и пишем. Значит, и так я и сформулирую эту теорему об асимптотическом равнораспределении. Об асимптотическом равнораспределении. Асимптотическом равномерном распределении. Что существует подмножество, существует множество. Для любого асома больше нуля, или давайте для любого дельта, для любого асома больше нуля. Существует множество, а дельта, множество двоичных слов. Двоичных слов. Множество двоичных слов. Такое что? Такое что? Вероятность его больше, чем 1 минус дельта. Оно съедает почти всю вероятность. Второе. Вероятность каждого... Да, число слов в нем. Число слов в нем, я обозначу так. Число слов в нем. Так я обозначаю множество элементов в множестве. Больше, чем е в степени h от p минус, давайте, дельта умножить на n. И меньше равно, чем е в степени h от p плюс дельта умножить на n. И больше равно, чем е в степени минус h от p минус дельта умножить на n. И больше равно, чем е в степени минус h от p. Плюс дельта умножить на n. Вот такая замечательная теорема. То есть обратите внимание, найдется такое множество, которое съедает практически всю вероятность. Каков размер этого множества, которое съедает всю вероятность? Е в степени энтропии умножить на n. Вот смотрите, всего двоичных слов в 2 в степени n. Но если монетка нечестная, если орел вероятнее, чем решетка, то эта вероятность распределяется, естественно, тоже неравномерно. Некоторые слова будут более вероятны, другие менее вероятны. Но как она распределяется? Она распределяется так, что некоторое маленькое множество слов, это вот как в России. Некоторое маленькое множество слов съедает всю вероятность. Очень маленькое, но ничтожно мало. Этих слов гораздо меньше, чем всего слов. Их экспенсально мало, с малым показателем. Их рост экспенсально, но с другим показателем. Ну, например, среди слов из трех... Мы разводили слова из двух символов, могли бы разводить слова из трех символов. Например, из слов из трех символов мы берем 2 в степени n слов. Вот что-то в таком духе, да? То есть, как бы так сказать, мы берем слов меньше. А вероятность каждого слова за то, вот на этом уже, уже внутри этого очень, так сказать, привилегированного класса слов, внутри него уже коммунизм. Так сказать, их там вероятность уже равномерно распределена. Там уже все слова примерно равновероятны. Примерно равновероятны. И вот это удивительно. И что же такое энтропия? Обратите внимание, что же такое энтропия? Вот обратите внимание на вот эту формулу. Что же такое энтропия? Энтропия это средняя... Смотрите, вот вероятность берется от нее логарифм и дельс на n. Как это нужно понимать? Энтропия это средняя... Средняя... И вот тут я, собственно, теорема Шеннона, теорема Шеннона это последняя теорема на сегодняшний лекс, которую я доказал, больше я доказывать уже не буду, ничего, но про некоторые результаты я еще поговорю. И вот как раз тут, вдумавшись в теорему Шеннона, мы теперь можем понять уже точнее, что же такое энтропия. Значит, что такое энтропия? Вот смотрите, энтропия нужно понимать как некоторое количество информации, которая приносит данное слово. Что это значит? Что это разговор, такое количество информации? Но давайте задумаемся, если у нас есть какое-то множество событий, и мы пытаемся угадать события из этого множества. Ну, например, какая погода будет завтра, будет дождь или не будет дождь, или там еще что-нибудь, несложно перевести. Сегодня пример событий, вызывающих у нас неуверенность. Но, так что, мы хотим угадать какое-то событие. Ясно, достаточно естественно, что количество информации, допустим, мы знаем что-то, вот мы знаем, я не знаю, давление, и хотим предугадать, будет дождь или нет. Количество информации, которое какая-то информация нам приносит, какое-то сообщение нам приносит, естественно связывать с вероятностью этого события. Вот мы пытаемся что-то угадать. Нам говорят, что угадывать надо только в пределах данного события. Естественно, что информация должна быть связана с вероятностью. Ну, хорошо известно, что у независимых событий вероятности перемножаются. Если события независимы. Но тоже достаточно естественно считать, что если вы получили два независимых сообщения, то информация должна складываться. Правда, да? Что-то, кстати, если они независимы, то они в совокупности приносят суммарную информацию. Так сказать, ни одно не повторяет информацию, заключенную в другом. Что же это за функция, которая произведение переводит в сумму? Это логарифм. Да, поэтому информация принята считать логарифм вероятности. Логарифм вероятности. Это информация. Информация, заключенная в событии. Ну, или минус там, это не так важно. Так вот, соответственно, энтропия, это и есть, вот смотрите, энтропия, вот она. Давайте еще раз посмотрим на эту формулу. h от p это логарифм p от w деленное на n. Примерно равно логарифм p от w деленное на n с минусом. Иначе говоря, h от p это среднее количество информации, заключенное в слове. Среднее количество информации, заключенное в слове. Можно еще так сказать. Что значит среднее количество информации, заключенное в слове? Это значит вот что. Представьте себе, что я открыл вам часть слова и прошу угадать следующую букву. Вот насколько легко вам будет это сделать. Давайте, так сказать, чтобы не, так сказать, немножко отвлечься от серьезных, от серьезных теорий Шеннона, давайте рассмотрим на примере. Речь идет о русской фразе. Я сообщаю вам первые две буквы. Требуется угадать следующую. U. Хорошо, но нет, но не U. Вот, обратите внимание, гораздо вероятнее, что следующая гласная. Хотя вот, например, фраза могла быть, я лбом расшибаюсь, чтобы объяснить вам определение энтропии. Знаете, но действительно кажется вероятным, что следующая гласная. Ну, давайте, вот я-то знаю, какую фразу я имею в виду. Если хотите, для честных экспериментов я могу написать на бумаге и отдать там Диме. Значит, так что давайте, так сказать, угадать. Давай так и сделаем раз. Видите, я вижу, сомневаюсь. Можно я у вас вырву листочек? Да, значит. Да, вам нужно угадать следующую букву. Подождите, подождите. Да, это называется метод полного перебора. Значит, но давайте, нет, давайте считать, как бы, как сказать, я вас не заставляю платить, но давайте считать, что за каждую, как бы, за каждую попытку угадать вы платите, так сказать. То есть, только не подсказывайте, Дима, теперь. Е, но не Е. Нет. И не А. О, это О, действительно, да. Не Б. Вот обратите внимание, гласных, гласных немного в русском языке. Что, простите? М, это правильно. Видите, как мы хорошо идем? Нет? Ю. Так, дальше. С. С. С, это правильно, да. Ж. Что? С. Нет, все неправильно. Все неверно. Нет, все мимо. Все мимо. Т. Нет, и не Т. И не И. Что ж, как-то у вас какие-то очень ограниченные парадигматические узлы тема того, что можно ломать. Обратите внимание, обратите внимание, кстати, тут вот все видно, что такое антропия, тут все видно, да? Мы сразу угадали довольно большой кусок. А тут застряли. А Т. И было это не И. Т было это не Т. Да. Можно. Можно. Мы фразу угадываем. Вот смотрите, смотрите, какое у нас занятие. Вот вы нам подскажете. Угадывается фраза русская. Значит, вот есть два слова, и следующее слово начинается. Я ломаю, и следующее слово начинается с S. Я ломаю. S и по. Нет, нет, уже было. Нет, одну букву надо, только одну букву надо угадать. Но вы неправильно гадаете. Нет, нет, не О. Что, простите? И не П. Нет. Все, нет, нет. Что? Л. Это буква Л. О. Это правильно, да. Что? Нет, кажется, неправильно. Нет. 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 Что-то как-то... Вот Дива в школе учат не так, как нас учили. Правда же? Так. Что-что? В. Нет, не В и не Ж. Что это за поле чудес вообще? Что-то ты чудесным очень далеко. Да. Так-так, ну что же. И. Нет, это не И краткое. М. Нет, не М. Ф. И не Ф. Как так? И не Г. Что? Не расслышал? А, извините, пожалуйста. Нет? Т. Тоже нет. Это стихи, это правда, да. Это стихи, да. Это стихотворение, которое вы в школе проходили, да. Но это... Нет, нет, ну так не честно. Так, конечно. Да, кстати, я думаю, что Google вам правильно подсказал. Кстати, сказать, это потом можно проверить. Я думаю, что Google по вот этому правильно скажет строчку. Правильно скажет строчку, да. Это потом можно проверить. Это удивительно, как по очень небольшому, когда вот нужно там вспомнить строчку стихотворения, по очень небольшому кусочку, Google правильно сразу правильно выдает правильную строчку. Так сказать, там мой дядя самых честных правил там вылетает уже на мой Д. Вот что-то в таком роде, да. Да-да, ну это вот в таком духе. Ну что же, друзья. Ну не Г совсем. И не Ж. Но, кстати, сказать, и ваше затруднение, оно носит объективный характер. Так сказать, это не ее, нет. И не М. М уже было, это не М. Ну давайте. И краткая. Не краткая. И не Я. Что? Не Р. Кстати, сказать еще, вот это правильно, то, что у вас возникает затруднение, это правильно. Когда мы потом напишем фразу, Сережа, здравствуй. Когда мы потом напишем фразу, вы увидите именно почему возникает здесь затруднение. Почему это такое место с высокой энтропией. С высокой энтропией. Ну какая буква, насколько редко, уже не так важно. Важно, что... Ну сейчас увидите. Ну что же, друзья. М было. М было, и это не М. И не З. И не Я. Д. Б. Все не то. Не Ж. С. Нет. Сережа, дверь закройте с собой, пожалуйста. Нет. Чем. Нет, все не то. Нет. И не Ё. Интересно, что буквы повторяются. Что? И. О! Это И, правильно, да. То есть самую популярную букву не могли угадать. Да, почему-то и краткая было прям три раза. И краткая, и краткая, и краткая. И, да. Да, обратите внимание, что это, конечно, редкое сочетание. Что же ломает автор, друзья? Ну уже пора угадывать. Что? Ну что? Какая буква я слышал? С. Правильно, да. 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 Ну да. И что же он ломает? П. Нет, не П. И нет. Нет, друзья. С. Это правильно, да. Л. К. К. Это правильно, да. Скалы. Да, я ломаю слоистые скалы в час отлива на элистом дне. Да, это первая строчка из Соловьиного сада. Обратите внимание, какие здесь… Вот, кстати, сказать, можете проверить. Можете проверить в гугле. Я думаю, что вот уже вот этого будет достаточно. Можете проверить, чтобы эта строчка выскочила. Да. Так вот, обратите внимание, какие места вызвали… Какие места оказались легкими, какие места оказались трудными? Какие места оказались легкими, какие места оказались трудными? Я ломаю сло. Вот это было легко, да, когда я… То, что я ломаю, это оказалось очень легко. А вот это место оказалось очень трудным, и действительно, потому что сочетание «ои» редко встречается в русском языке, если так задуматься. Во-первых, вообще… И, между прочим, этими исследованиями занимался еще Марков. Еще Марков занимался чередованием согласных и гласных в Евгении Онегине. Хорошо известно, что в русском языке больше вероятность, что после согласной идет гласная, чем, например, что идет две согласные подряд или две гласные подряд. И Марков эти вероятности исследовал. С какой вероятностью? Он взял буквально текст Евгения Онегина и исследовал, с какой вероятностью после согласной идет гласная, с какой вероятностью после согласной идет согласная, ну и так далее. Тут, так сказать, это вопрос совершенно четкий, надо только аккуратно просчитать. И он выписал эти вероятности. Я, к сожалению, забыл выписать их перед сегодняшней лекцией, но это легко найти в интернете. Вероятность, там, согласно, после гласной в русском языке, это очень легко найти. Интересно, что, кстати, сказать, очень интересно, что эти вероятности ни от чего не зависят. Ни от чего не зависят. Если вы возьмете там текст Достоевского и там сегодняшнюю газетку «Мерсант», то они будут одинаковы, эти вероятности. Это не, они не выделяют, ничего не выделяют. Это, говорите, вообще вот это усреднение, например, с какой частотой встречается в достаточно длинном тексте какая-то достаточно распространенная буква, там, L, допустим. Уже более-менее на одной странице частота выходит на предельную. Так, знаете, эти вещи, в этом смысле язык очень четко уравновешен. Я, говорите, язык устроен очень регулярно. Да-да, у вас вопрос? Я хотел сказать, что, может быть, дело было не только в том, что у Ерева посещает сочетание, потому что слово очень распространенное, потому что аюб, в которой еще более-менее сочетание, можно дать их. Ну, правильно, правильно, но дело же, совершенно верно, но дело же в том, что это была предыстория, так сказать. Правильно, да, это была, именно-именно. Я же говорю, в том-то и смысл, что, вы совершенно правильно сказали, что мы, так сказать, мы же не играем в орлянку, да, а мы знаем все, что было написано до того. То есть, вот как Лев Толстой, это, кстати, когда он пишет роман «Война и мир», вот он написал уже сто страниц, вот он должен поставить следующую. Вот знаете, это очень-очень ясно на реквиеме Моцарта. Вот Моцарт написал реквием и умер. Вот он умер посередине строки. Вот он написал 8 тактов, и вот здесь он умер. Какую ноту поставить следующей? Вот какая нота, да? Вот это и есть энтропия. Вот какой выбор, то есть, какой выбор из всех имеющихся у вас возможностей, какая, вот в этом и состоит, вот в этом и состоит, в этом состоит энтропия. Да, так что, безусловно, тут играет роль все прошлое. Между прочим, такие эксперименты, которые мы сейчас наивно провели, проводили в Англии. Проводил замечательный математик Тьюринг с страшной трагической судьбой, а в России проводил Андрей Николаевич Калмагоров. Рассказывает, что Калмагоров для своих целей использовал, естественно, студентов-аспирантов математического факультета. Димечка, только у вас получается ее закрыть. Вот, Сереж, ну тогда вы закройте, пожалуйста, а то, а то иначе сквозняк, да. Видите, вот один раз получилось, а потом уже все. Тут мне... О, прекрасно, да. Спасибо, Сережа. Да, так вот, рассказывает, что Калмагоров использовал студентов-аспирантов математического факультета, естественно. И выяснилось следующее, что, например, информационная энтропия, информационное содержание газеты «Правда» равно нулю. Выяснилось, так сказать, предугадать очень легко, но нам сейчас это становится все более и более понятным. Поэтому предугадать легко, что написано. А наиболее трудны, естественно, как раз для... наиболее трудны как раз стихи, трудно предугадать мысль поэта, трудно. Так сказать, если вы знаете первую строчку стихотворения, так подумайте, представьте себе, трудно предугадать, что поэт напишет следующим. Если наоборот вам ясно, что будет дальше, то значит это плохие стихи, неинтересные. И особенно трудны были с этой точки зрения, особенно информационно богаты были с этой точки зрения стихи серебра, поэтов серебряного века. Надо заметить, что эксперименты Калмагорова были тем более чисты, что поэты серебряного века были запрещены. И, соответственно, студенты Мехмата, люди очень культурные, читать их все-таки не могли. Эти тексты находились в специальном хранении, достать их было нельзя. Так или иначе, вот что такое энтропия, да? Энтропия языка. Энтропия языка, вот я читал, что энтропия английского языка получается логарифм двух. Логарифм двух. А вовсе не логарифм 26, как было бы, если бы символы языка шли в случайном порядке. Так что гораздо-гораздо меньше. Что такое энтропия, да? Это степень неопределенности. Степень неопределенности, которая у вас есть. Так сказать, вот степень... Ну, понимаете, да? Смотрите, да? Вот это видно уже из этой формулы, из этой теоремы Шеннона. Что есть слово длины N. Информацию, которую она несет, это N умножить на энтропию. Значит, информация в расчете на один символ, это и есть энтропия. А что такое информация в расчете на один символ, это и есть степень вашей неуверенности в предсказании следующего символа, в предположении, что вы располагаете информацией о всех предыдущих. И, соответственно, тут уже можно энтропию приписывать не только слова... Чему приписывается энтропия? Этропия приписывается мере, вероятностью, да? Мере вероятности. Или в терминологии Шеннона каналу. Мы с вами рассматривали простейшую схему испытаний, в которых события, в которых появление различных символов независимые. То есть, в отличие, например, от русского языка или английского, следующий символ, ваша неопределенность, связанная с появлением следующего символа, никак не зависит от того, что было раньше. Вот это неопределенность, вот эта энтропия P log P плюс Q log P плюс 1 SP, она и возникает при каждом символе, потому что то, что было раньше, ничего не дает. Можно рассматривать более сложные системы. Например, так называемая цепи Маркова. Цепи Маркова, которые и придумал Марков. Я скажу о них совсем кратко, хотя цепи Маркова заслуживает отдельного подробного рассказа. Цепи Маркова. Того самого академика Маркова, написавшего о праздновании юбилея Бернули, и кроме всего, кроме этого, известного вообще своими такими смелыми жестами, в частности, после того, как был отлучен граф Толстой, написавшего в Священный Синод письмо. Письмо, оно было, разумеется, перепечатано в газетах, был большой скандал, что академик императорской академии наук просит отлучить и его от церкви, потому что он разделяет убеждения графа Льва Толстого. И это отлучение Синод должен был выполнить эту просьбу и академика Маркова тоже отлучить. Так или иначе, академик Марков, рассматривая схему испытаний, схему чередования гласных и согласных в романе Евгений Онегин, пришел к схеме испытаний, которая называется «Цепи Маркова». Я объясню на простейшем примере. Значит, тоже речь идет, как всегда, о двоичных словах. Нужно представлять себе, вот как я здесь писал слова на доске, нужно представлять себе такой источник или, как говорят, канал, который каждый день выдает символ. Вот есть канал, уж не знаю, как изобразить его. Каждый день он выдает символ. Ну, вот как, например, погода сегодня. Да, вот сегодня там дождь или нет дождя, например. Вот каждый день выдается символ. Но вероятности, значит, мы рассматривали с вами ситуацию, когда вероятность каждого символа зависит только от этого символа, не зависит ни от того, что было раньше, ни от того, что потом. И имеет какое-то значение. Вероятность нуля там P, а вероятность единицы 1 минус P. Марков предлагает пойти немножко сложнее. Он говорит так, что вероятность символа, вот есть, допустим, предыдущие символы, да, давайте так считать, что предыдущие символы будем означать их прошлым. W-1, W-2, W-3, прошлым. А сейчас выпадет символ W-0. Мы не знаем, какой. Так вот, говорит Марков, давайте считать, что вероятность W-0 не то, чтобы она вообще ни от чего не зависит. Если она вообще ни от чего не зависит, это независимая схема испытаний, это нас не касается. Она зависит от прошлого, но только от немедленного прошлого. Только от того, что было вчера. А от того, что было поздно, вчера уже нет. Значит, он говорит, давайте будем писать вероятность. P, W пишут вот в таком порядке. Я напишу так. W-1, W-0. P и G. P и G, да, P и G. Вероятность того, что происходит G, в предположении, что произошло, только что произошло И. Ну, точно так же, как мы разбирали на примере Евгения Онегина. Вероятность того, что будет гласная, в предположении того, что была согласная. Представьте себе, Евгений Онегин, но мы не будем писать весь Евгений Онегин, а будем писать только там ноль, если гласная, и единица, если согласная. Вот, да, значит, мой дядя, да, мой дядя, да, самых, видите, как получается все регулярно, честных, ах, вот видите, тут уже ных, правил, ну, видите, да, что такая регулярная, видно, уже видно, даже из самой первой строчки, что, что, так сказать, если бы, если был, как сказать, что комбинация один ноль гораздо вероятнее, или ноль один гораздо вероятнее, чем любая другая. Да, видно, да, что если был ноль, то гораздо вероятнее, чтобы это единица. Здесь двух нулей нам подряд, подряд не встретились. Здесь даже довольно долго, довольно долго придется ждать комбинации из двух гласных. Его пример другим наука, да, до науки придется ждать, так сказать, комбинации из двух гласных подряд. Ясно, да? Так вот, вероятность, которую предложил, схема распределения вероятности, которую предложил Марков, состоит в том, что вероятность символа в данный момент зависит от того символа, который был только что, от того, что было вот только что в немедленном прошлом, но не зависит ни от чего другого. И, соответственно, вероятность целого слова, вероятность целого слова вычисляется по такому, по такому правилу, вероятность W1, WN вычисляется по такому правилу P, W1, P, W1, W2, P, W2, W3 и так далее, P, WN, минус 1, WN. Вот по такому закону. Это закон, это закон, дающий вероятность для марковских цепей. И опять-таки для марковских цепей тоже, тоже можно изучать и вычислять их энтропию, и изучать и вычислять, изучать и вычислять вообще, как сказать, какая неопределенность, какая неопределенность, связанная со следующим символом, именно в марковских цепях. Это вообще очень, очень богатый сюжет, и здесь энтропия возникает, энтропия возникает в самых разных, в самых разных задачах, задачах проявления. Я приведу такой пример, немножко экзотический. Я приведу такой пример, немножко экзотический. Вообще вот, после того, как стало ясно, вот как Шеннон осознал, что вот энтропию, нужно рассматривать энтропию источника, тут пошла большая деятельность о распространении всей этой теории на все более и более, все более и более широкий круг задач, так сказать, вот так вот, да. И, в частности, для очень общих источников, для очень общих каналов, определение энтропии, понять энтропию дал как раз Андрей Николаевич Калмагоров. И потом его ученик, лауреат премиабеля этого года, Яков Игоревич Синай, так сказать, дал более общее определение, говорят об энтропии Калмагорова-Синая. Это, так сказать, энтропия, энтропия, возникающая в теории динамических систем. И это тоже, это сюжет, о котором много можно было бы говорить. Я скажу совсем-совсем кратко, как сказать, куда здесь дальше можно идти. Вот, опять-таки, скажу на примере. Если рассмотреть преобразование очень простое плоскости, которая задается вот такой формулой, и потом заметить, что это преобразование, конечно, плоскости, но на самом деле это преобразование переводит целые точки в целое, поэтому это преобразование Тора. То есть плоскость вот такого бублика, плоскостью которой заклеены точки, отличающиеся на целое, координат которых отличаются на целое число. Ну, точно так же, как если на прямой заклеить точки, у которых координаты отличаются на целое число, получится окружность. А если на плоскости, получится одна окружность по иксам, одна окружность по иксам, это и есть вот этот самый бублик Тор. Так вот, у этого преобразования Тора Вот такое удивительное открытие Состоит в том, что это преобразование Тора Можно этот Тор Я его изображаю как квадратик Можно этот Тор Разрезать на прямоугольники Некоторым правильным образом Один прямоугольник назвать нулем, другой единичкой Нулем, другой единичкой И так, что если это правильно сделать Это получится как раз в точности Марковская цепь Что такая схема испытаний получится в точности цепью Маркова Что если теперь наш канал устроен следующим образом Мы берем какую-то точку x, y Применяем преобразование Точка скачет И мы записываем И мы записываем куда-то, в какое множество она попала Прошу прощения Тор разрезается на два подмножества Одной из них объявляется единицей, другой нулем Понятно, да? Так, это там вот справа от границ единица, слева ноль Точками, которые попадают на границу, мы пренебрегаем Так сказать, рассматриваем точки, которые на границу никогда не попадают Единицей ноль Эти подмножества я нарисовал не очень аккуратно На самом деле эти подмножества, эти прямоугольники И то и другое, это прямоугольники И получается цепь Маркова Получающийся канал, это получается цепь Маркова Это такое удивительное открытие, состоящее в том, что, так сказать, вот эти каналы возникают и при Вот выполнении самых простых преобразований в самом простом, в самом простом случае Или можно рассмотреть вот такой пример Можно рассмотреть вот такой пример Тоже скажу о нем совсем кратко Мы рассматривали множество двоичных слов Множество двоичных слов можно изображать деревом Можно изображать двоичным деревом Да, вот можно так рисовать множество двоичных слов Можно изображать вот так вот множество двоичных слов И, соответственно, мы доказали, да, мы сказали, что вероятность там вправо это p, вероятность влево 1 минус p, да, вероятность там нуля это p, вероятность влево 1 минус p. Мы доказали в этой ситуации, мы доказали теорему об асимптотическом равномерном распределении. Так вот, оказывается, эту теорему можно доказывать там для гораздо более общих графов. Вот можно рассмотреть, например, вместо двоичного дерева можно рассмотреть то, что называется граф Юнга. Граф Юнга. Это такой граф, в котором изображаются диаграммы Юнга. Диаграммы Юнга. То есть таблички, составленные из клеточек. До какого-то времени этот граф выглядит очень похоже на дерево. Хотя тоже не совсем, потому что клеточку можно добавлять либо вверх, либо вправо. Но довольно быстро уже этот граф начинает выглядеть иначе. Вот видите, уже тут появляются совершенно новые. Совершенно новые. Да, вот такая вот диаграмма, в которую ведет только одна веточка. Но из нее тоже там что-то растет и так далее. Да, правильно. Спасибо большое. Да, совершенно верно. Спасибо большое. Да, верно. Вот это называется граф Юнга. На этом графе тоже можно рассмотреть распределение вероятности. Распределение вероятности записывается... Ну, на нем много, можно рассмотреть разных распределений вероятностей. Но на нем есть такое замечательное распределение вероятности, которое называется мера Планшереля. Мера Планшереля. В котором вероятность диаграммы... Давайте я напишу здесь. Вероятность диаграммы... вероятность данной диаграммы равна вот как она выясняет вот как она находится число путей ведущих в данную диаграмму ведущих в данную диаграмму число путей имеется виду из вершины число путей из вершины ведущих данную диаграмму это число на 20 в квадрат и поделить на n факториал диаграмма из n клеток и поделить n факториал и так вот оказывает вот такое получается распределение вероятности такой понимаете это уже такой канал обратите внимание в которой как бы если для двоичного дерева каждый раз выскакивает либо ноль или единица то здесь видите число возможностей увеличивается с ростом с ростом графа то есть понимаете да что можно ведь новую клеточку можно добавить можно добавить в разные позиции правильно несмотря на то впрочем что число ну что число увеличивается число диаграмм юнга из н клеточек она принимается с одной стороны увеличится с другой стороны не очень увеличивается число диаграмм юнга и зан клеточек это е в степени вовсе не Н, а это Е в степени корень из Н. Число диаграмм Юнга из Н-клеточек. Ну, примерно число диаграмм Юнга из Н-клеточек. Видите, это, кстати, их из Н-клеточек. Так вот, оказывается, что в этой задаче тоже имеет место теорема Шенна Макмилана Бреймана. Теорема об асимптотическом равномерном распределении. Теорема об асимптотическом равномерном распределении в этой задаче тоже имеет место. Несмотря на то, что она очень не похожа, казалось бы, на предыдущую, оказывается, что здесь тоже верно, что вот эта мера, мера Планшереля, сидит на маленьком множестве диаграмм. Значит, теорема равномерном распределении. То, что гипотеза о том, что она верна, была высказана в 86-м году, между прочим, да. Но она верна и доказана. Верна теорема равномерного распределения. В чем состоит теорема равномерного распределения? Еще раз, что вся вероятность... Давайте я ее выпишу в этом случае. Выпишу. Закон больших чисел я уже сотру. Теорема равномерного распределения. То же самое, что существует такое множество. Существует такое множество, значит, для любого эпсилен. И для... Я дельты писал, да? Для любого дельты. И для больших n, и для больших n, и больших n. Существует такое множество. А дельта? Что? Опять-таки, количество элементов в нем. Меньше равно e в степени h плюс эпсилен. Корней из n. Тут, видите, тут возникает уже не... Тут, так сказать, число получается не n, а корень из n. А вероятность каждой диаграммы, для любой диаграммы, пишут лямбда для диаграммы. Лямбда. Диаграммы для любой лямбда, промежуясь из-за дельты. Ее вероятность, вероятность лямбда меньше, чем e в степени минус h минус дельта корней из n. На e в степени минус h плюс дельта корней из n. То есть тут тоже возникает такая энтропия, так сказать, вот мера, как сказать, у типичной диаграммы, вот та же самая картина. У типичной диаграммы, у типичной диаграммы мера получается вот ровно такая. Все типичные диаграммы, то есть, иначе говоря, все типичные диаграммы равновероятны. Все типичные диаграммы равновероятны. Мы равновероятны. Вообще, тут надо сказать, тут наш сюжет разветвляется на много разных, и очень о многом можно было поговорить. Например, один сюжет, который я полностью оставляю за кадром, это вот, например, какой вопрос. Мы обсудили, что в случайном слове должно быть поровну нулей единиц. Но все равно, если я вам напишу вот такое слово, то оно не случайно, то сразу ясно, что оно не случайно. Сразу ясно, что оно не случайно, не правда ли? Если я скажу, вот мы играли в Орлянку вчера с соседом, и вот первую половину игры все время выиграл я, а вторую половину игры все время выиграл он. Вы не поверите, и будете правы. А почему? Почему вот если, а если я вам скажу, что игра продолжалась как-то так, то недоверия будет гораздо меньше. Почему? Да, совершенно правильно. Правильно вы говорите, правильно вы говорите. Да, потому что, правильно, потому что, правильно, это, тут мы подходим, я и даже не хочу уходить в это подробно, тут мы подходим к такому замечательному понятию, как калмогоровская сложность. Вообще, надо сказать, что калмогоров вот этими вопросами предсказаний, он занимался всю жизнь с самого, так сказать, с самого юного, с самых юных работ. У него есть, с самой ранней работы, так называемой, по теореме Сигео калмогора Крейна, где он занимался там предсказанием с точки зрения там линейной алгебры, так сказать, предсказанием, методом наименьших квадратов. А потом он занимался энтропией, и потом он занимался вот-вот калмогоровской сложностью. Так сказать, действительно, вы правильно говорите, что идея калмогоровской сложности, она в том, что стоит, что вот есть простые слова, вот как вот это слово, и его очень легко описать. Сказать, что там столько-то единиц, потом столько-то нулей. А есть более сложные слова, которые описать там сложнее. И действительно, вот знаете, если вот я попрошу кого-то из вас вот подойти к доске и написать треугольник, то, как известно, если человек делает это не думая, то он рисует там примерно равносторонний треугольник. Точно так же, если попросить вас написать там случайную последовательность там из десяти нулей единиц, то последовательность, которую вы на самом деле напишите, она будет очень не случайной. Будет очень легко отличить ее, если ее рядом поставить с настоящими случайными последовательствами, будет очень легко выделить ту последовательность, которую написали вы. Потому что человеку трудно, это вот случайно, на то она и случайность, что она как бы содержит, что, как сказать, ее трудно описать простым, ее трудно вот так вот, трудно выписать, так сказать, быстро, да, она сдается каким-то сложным правилам. Но это вот такой большой сюжет, который полностью остается в стороне. Калмогоровская сложность. Что такое сложность индивидуальной последовательности? Вот если есть последовательность, какие последовательности случайны, какие не случайны. И вообще еще раз скажу, что этот сюжет, этот сюжет, связанный с энтропией, он развивается и продолжается, и тут масса самых разных открытых вопросов. Вот энтропийная теория, энтропийные соображения, они, это вполне сюжет совершенно открытый. Заканчивая, я хочу закончить, во-первых, рекламой, а во-вторых, байкой. Значит, реклама, реклама, это реклама нашего семинара. Семинара, который проводим Григорий Иосифович Альшанский, Владлен Анатольевич Тиморин, Алексей Владимирович Клименко и я, чтобы мне стереть, я вот теперь мшену сотру. Значит, называется семинар геометрии и динамика, но там мы будем говорить, он для первого курса. Это, значит, семинар геометрии и динамика. Геометрия и динамика. Значит, Клименко, Тиморин, Альшанский и я. Клименко, Альшанский, Тиморин и я. И мы начинаем по средам, по средам. И так как следующая среда, это будет день вы, значит, в эту среду вы занимаетесь чем-то безопасностью жизнедеятельности, да, а в следующую среду мы все гуляем, то мы начнем в другую. Среда, 17 сентября. 17 сентября. Это низ для первого курса, то есть это специально для вас. Специально для вас, приходите, пожалуйста. Это раз, а закончить я хочу все-таки байкой. Вот мы поговорили, мы поговорили подробно про энтропию, про то, какие последовательности случайные, какие не случайные. Даже немножко коротко поговорили о том, что вот даже среди этих самых вероятных последовательностей, есть последовательности типичные, типичные последовательности, и есть, так сказать, те, которые явно нетипичные. Это вопрос вообще сложный. Это вопрос сложный. Вот как понимать последовательности, не имеющие закономерностей? Это вопрос сложный, вопрос связан с Калмагорской сложности. Калмагорская сложность это сложный сюжет. На факультете есть люди, которые этим занимаются, но это не я. И я же хочу закончить все-таки байкой. Только что я сказал, что невозможно отличить, скажем, Достоевского от вчерашней газеты, рассматривая частоты символов. А вот тем не менее возникает вопрос, можно ли, как, так сказать, глядя на текст, как на объект статистического исследования, можно ли отличить, скажем, Пушкина от Блока. Этот вопрос старый, и им занимался еще Андрей Белый. Андрей Белый, как известно, сын математика профессора Бугаева. Профессор Бугаев, который был научно-проходителем Егорова, который был научно-проходителем Лузина, который был научно-проходителем Калмагорова. То есть, Андрей Белый, соответственно, Андрей Белый был сыном профессора Бугаева. Так вот, Андрей Белый писал об этом, и потом, и решение этой задачи, совершенно удивительное решение задачи, дал как раз, естественно, Калмагоров. И вот это решение я сейчас расскажу, оно очень простое. И, значит, еще раз, ставится вопрос такой, что вот есть текст, нужно отличить, это Пушкин или Блок. Как это сделать? Вот Калмагоров дает следующее поразительно изящное решение. Ну, давайте начнем опять с Евгения Онегина. Как известно, написано четырестопным ямбом. Значит, давайте обратимся к ритмической структуре этого текста. Мой дядя самых честных правил. Мой дядя самых честных правил. правил это ямп дядя самых честных правил это честный ямп все прекрасно вот он ямп дядя самых честных правил значит это двухстопный размер в котором в котором ударяется второй слог, вторая стопа, мой дядя самых честных правил понятно, да? а следующая строчка это уже не чистый ямп это уже не чистый ямп это уже не чистый ямп ну тут это правило, последний слог, он не берется в рассмотрение но все равно это чистый ямп, ударный, безударный простите, наоборот, безударный, ударный, безударный ударный, безударный, 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 ударный, безударный, ударный Чистый ямп. А вот когда мы возьмем строчку «когда не в шутку за не мог», то это уже не чистый ямп. Когда не в шутку. А тут пропуск. Мы же не говорим «когда не в шутку за не мог». За не мог – это безударное. Вот, пропущено одно ударение. Понятно, да? Вот это есть какие-то очень красивые названия, я их не помню. Очень красивые греческие слова, я их не помню. Что-что? Вот, видите, да. Пропущено одно ударение. Причем видно какое, да, предпоследнее. В следующей строчке мы видим аналогичное уклонение от ямба. Он уважать себя заставил, да? Он уважать себя заставил. Мы не говорим «он у», он уважать. Пропущено ударение. Себя заставил, пропущено ударение. Тоже некоторое отклонение. И вот это можно расклассифицировать. Все. Это все равно, так сказать, считается ямбом. Но немножко с небольшим уклонением. Таких уклонений совсем немного. Восемь, что ли, штук. Все их очень легко расклассифицировать. Составить полную табличку. И дальше, и дальше можно составить таблицу у Пушкина. Сколько стихов. Значит, в Евгении Онегин, как известно, разделяется на строфы. Строфы разделяются на стихи. В каждой строфе 14 стихов. Вот я выписал первые три стиха из Евгения Онегина. Первый стих написан ямбом. Второй стих, как вы сказали? Ну, вот этим уклонением с красивым именем. Третий стих написан. Другие уклонения тоже с очень красивым именем. Можно рассчитать, сколько стихов написано так, сколько стихов написано так, сколько стихов написано так. Состоит статистика, какой процент. Так вот, как убедился Калмогоров, эта статистика, статистика уклонений, ну, в данном случае, ямба, статистика уклонений ямба различает в русской поэзии не авторов, но эпохи. Пушкина от Блока так отличить можно, а Пушкина от Лермонтова нельзя. Исходя из этого, Калмогоров смог опровергнуть принадлежность Пушкину некоторых сомнительных отрывков. Таким образом, установив, что эти отрывки не только не принадлежат перу Пушкина, но являются подделкой позднейшей, а не подделкой современника. Не современник написал в манере Пушкина, а позднейший автор попытался изобразить стиль, попытался, так сказать, подделать стиль Пушкина, но не смог вырваться из законов, которые налагают на его время. Большое спасибо.